Слава Украине, героям слава, приветствуем от Полонского. Ну что, на Россию пошла так называемая мобилизация, де-факто. Это полная мобилизация, хотя они говорят, что это частичная мобилизация. И сразу вопрос, Боже, а чем нам, как люди говорят, о чем нам их останавливать в таком количестве, если их там будет 300 тысяч или миллионы, или еще что-нибудь. Ну смотрите, большого значения, сколько будет, скажем так, необразованной и неподготовленной живой силой, одетой в лохмотье, не имеет особого значения, просто потому что, ну они грибут кого попало, как вы прекрасно понимаете, вот как это на России всегда было. То есть сначала говорили, что грибут учетные специальности какие-то, им нужно, де-факто просто всех подряд загребают из определенных областей и бросают их на убой. Соответственно, ни о какой-то, ни о какой боевой подготовке, ни о какой выучке, ни о каком боевом слажении речь не идет от слова вообще никак. То есть, надо сказать, сейчас, секунду, грузовичок. Да, надо сказать, что не имеет абсолютно никакого значения, сколько их будет, покуда это самая обычная, просто-напросто толпа людей, одетых в старую советскую военную форму, которые сидят на старых советских мотолыгах. Ничего нового они предложить не смогут. И, скажем так, боеспособность вот этих частей, которая формируется сейчас с поспехом, будет приблизительно такая же, как боеспособность вот этого третьего армейского корпуса, который они мобилизовали вот месяца два назад или три назад, сколько они его там готовили. И что от него осталось от третьего армейского корпуса? А не осталось с ровным счетом вообще ничего. Пшик остался, его просто на форшмак перевели, просто потому что этот корпус был небоеспособен. Точно так же и вся вот эта вот шарага, и абсолютно не имеет значения, сколько их там будет, для них нет нормальной техники. Они не подготовлены. Они вообще не понимают, куда они едут. Единственное, чем это все реально закончится, я вам сейчас скажу, это все закончится нулевым эффектом для них, абсолютно нулевым. Это закончится совершенно гигантскими потерями живой силы, ну и остатка техники. И когда сейчас, если там по 400, по 500 человек в день у них гибнет, они этот форшмак начнут кидать в атаку, а их начнут крошить из всего, что есть, ну, соответственно, у них потери будут по 4, по 5 тысяч человек в день. И когда вот эти похоронки пойдут на Россию в таком количестве уже, там просто начнутся заворушения и революция, и потом начнется та смута, о которой так долго мы все друзья говорили. То есть, к чему это все приведет? Для нас никаких печальных последствий не будет. Будет единственная проблема, это взаимодействие с вновь образовавшимися областями на месте современной России, а их ожидает большая буча, такая же, как была вот у них в 17-м году, после того, как, скажем так, российская армия в очередной раз загребла во время Первой мировой войны. Вот, собственно, и все, что их ожидает. Огромное количество похоронок, и последующие за этим всем буча и бунт. Вот и все. Слава Украине! Слава Украине!